Пока в Латвии обсуждается, как лучше подготовиться к оттепели и возможному весеннему наводнению, венсполчане продолжают устранять последствия наводнения, произошедшего в феврале. В течение недели работала специально созданная комиссия, осматривая те земельные участки, где уровень воды достиг жилых домов. В Парвинте это дома, которые находятся рядом с Виадуком, в левобережной части города улицы Мейра, Балдунас и Злэку. Мы всей комиссии оценили, измерили и определили возможные расходы на ремонт полов и их замену. Все это мы направили на рассмотрение Думы. Водосточные трубы опустились в ГУН, почти на треть. Отверстия для водостока маленькие, и в этом году все практически полностью обледенели. А куда вода будет течь? Спасибо пожарно-спасательной службе, которая пришла на помощь, и всем остальным службам, работавшим в те дни, перекачивали воду в канализацию. Были рассмотрены все жалобы, полученные по телефону горячей линии и в коммунальном управлении. Само управление приняло решение оказать поддержку тем домам, которым был нанесен реальный ущерб. Не будем делить на малообеспеченных и нет. Если у человека в дом проникла вода, то мы этот факт зафиксируем и составим отчет. Горожане заверяют, что такие наводнения на их участках начались после того, как разрушили старую дренажную систему для реализации программы строительства улиц. Специалисты эти подозрения опровергают. Не могу согласиться, что не было природной стихии, и причина только в ошибке, допущенной при строительстве. С этим не соглашусь. Старая водосточная система проходила по улице Злэку. Когда улицу реконструировали, трубу убрали, потому что в проекте их нет. Выкопали их. И теперь мы живем в ванне. Мелиорационная система – это единая сеть. Как вы видите, за одним домом следует другой. Кто-то чистит территорию, кто-то нет. И вода там не сможет протечь. И уровень воды может повыситься на территории того дома, где все почистили. Все это взаимосвязано. По мнению заведующей административно-строительной инспекции Ингриды Эклоне, проблемы начались после тотальной приватизации. Люди засыпали канавы, проходящие по территории участка, выбрав систему земельных рвов вдоль заборов. В других местах в советские времена неоднократно повышали уровень покрытия улиц, а различные коммуникации проложены на уровне старого покрытия. Теперь этот уровень уменьшить невозможно, хотя на отдельных участках, вновь строящихся улиц, этого удается достичь. Есть еще вопросы, которые нужно рассматривать, тщательно исследовать и выяснить возможные причины затора. Особое внимание будет уделено малоимущим горожанам, проживающим в частном секторе. Важно понять, могут ли они самостоятельно обеспечить сток наземных вод или им нужна помощь.